Это бэушный фингпад за 35 тысяч рублей. Очень известная линейка в определенных кругах. Уверен, часть наших зрителей работает на таких машинах. Еще их очень любят админы или нуксоиды. Зайдите на Reddit, каждый второй хвастается своим рабочим столом. Фингпад считаются надежными рабочими машинами. Ноутбуки бизнес-класса. И это прям целая религия. Линейка выпускается с 92-го года. Уже 30 лет выходят ноутбуки вот с такой странной красной пипкой по центру клавиатуры. То есть ребята из IBM принципиальны. Даже после продажи всей линейки ПК и ноутбуков в 2005 году компании Lenovo, красный трекпойнт у фингпадов на месте. На самом деле практичная фича, опять же, в узких кругах. Руки там мокрые или, например, в космосе. Есть случаи, когда это действительно удобно. Но мне вот почему-то кажется, что большинство пользователей фингпадов этим трекпойнтом особо и не пользуются. Но это уже чисто фишка бренда. Тут у нас процессор Intel Core i5-10210U, брат-близнец i7-8665U, 8 гигабайт оперативки, SSD на 256 гигабайт и Full HD экран. Такая сейчас ситуация, что эти ноутбуки массово продаются на вторичке. Например, как я уже сказал, эта модель X390 сейчас стоит около 30-45 тысяч на авито. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Там им больше интересен опт, они ориентированы на предпринимателей и бизнес. В конце я об этом расскажу. Что интересного из нового, в магазинах есть за эти деньги. Наши ритейлеры считают, что доллар все еще стоит сотку. Все доступные ноутбуки по критериям до 35 тысяч работают на слабых атомных Pentium, которые, к слову, Intel больше не выпускает. Теперь все Pentium и Celeron будут называться просто процессор. Об этом мы писали в нашем телеграм-канале. Будет или мощный проц, но 4 гигабайта ОЗУ, или 8 гигабайт ОЗУ, но отвратительный экран. Короче, за 35 тысяч хороший аппарат найти сложно. Рабочие ноуты не видеокарты, майнить на них никто не станет. Кстати, привет майнерам, удачи вам и хорошего настроения. В общем, бэушные ноуты в отличном состоянии, на авито найти можно. Этот X390 вышел примерно 2 года назад, стоил он тогда около 1100 баксов. Сразу отмечу, что я заметил для себя, впервые взяв FinPad в руки. Во-первых, он такой крепкий, сбитый, знаете, как будто тяжелый, хотя на самом деле он компактный, весит всего 1,3 килограмма, 13 дюймов. Первое, что вам бросается в глаза, помимо вот этого красного трекпойнта, когда вы его открываете, это три физические кнопки над трекпадом. Зачем они в 22 году? На самом деле эти кнопки нужны при пользовании трекпойнтом, той самой красной пипке. У камеры тут механическая шторка с красной точкой. Прям надежно, как швейцарские часы, даже пластырь не нужен. Есть небольшой сканер отпечатков, по нему можно входить в систему, а при закрытии крышки точка над И светится красным. Вот такой фетиш на красной точке. Корпус ноута сделан из углепластика и магниевого сплава, а шарниры, на которых держится крышка, как будто сняли с танка. Бородатые админы люди с виду спокойные, но очень импульсивные, так что технику для них нужно делать надежной. Бизнес-ноутбуки обычно имеют все необходимые порты. Тут есть пара USB-C, один из них с поддержкой Thunderbolt 3, пара обычных USB-A, дырочка под наушники и не очень удобный слот под microSD, как в смартфоне. Есть возможность подключить витую пару под интернет, но переходник RG45 в комплект не завезли. Что-что, а вот 13-дюймовый дисплей тут очень хорош. Пользователи фингпадов не дадут соврать. Отличные натуральные цвета, 100% покрытие диапазона sRGB, из минусов глянцевая IPS-матрица не очень яркая. В остальном к дисплею претензий нет. Я решил быть в тренде и накатил Windows 11. Фингпады это же еще и безопасность TPM 2.0 на аппаратном уровне, так что 11-я встала как родная. Студенты, печатающие лекции, точно похвалят инженеров за клавиатуру с четким ходом. На ней действительно удобно работать, нет никакого ощущения пластиковости, разве что Fn правее Ctrl и Print Screen внизу, но это уже дело привычки. Клавиатура тут у нас только с английской раскладкой, но, как оказалось, я умею печатать вслепую, пальцевая память жмет на нужные кнопки. Да и вообще сейчас это не проблема, есть или гравировка, или на крайний случай наклейки. Четырехъядерный восьмипоточный i5 десятого поколения легко справляется с любым серфингом, видео в 4К и обработкой фото. Я открыл в фотошопе несколько наших старых проектов, никаких лагов и проблем. Встроенная UHD 620 легко тянет и танки, на средневысоких Full HD на SD клиенте, и доту, так что поиграть в онлайн проекты в перерывах между написанием лекции и запуском серверов, ноут со встройкой позволят. Что внутри? Под крышкой, у которой, к слову, не выпадают винтики, если их выкрутить, распаянные на плате 8 гигов ОЗУ в двухканале и M.2 SSD. Стандартный набор, можно подключить еще один SSD редкого формата 2230, охлаждает наш 15-ваттный камень, один вентилятор, а батарея на 46,8 Вт-часов для 13-дюймового ноута хороший показатель. Судя по маркировке, ей чуть больше двух лет, реальную емкость всегда можно посмотреть в АИДе. Неудивительно, что у ноута хороший звук. Посмотрите, какие большие динамики. На максимальной громкости ноут не хрипит и не трещит, но вот басов не завезли. Но для игрушек и просмотра фильмов этого точно хватит. Что я могу сказать в итоге? Мы тестировали множество разных ноутбуков в разной ценовой категории, и большинство из них вообще не вызывали эмоций. Ну, ноут и ноут. Но, похоже, я понял, за что любят фингпады. Это качественный, очень крепкий продукт, он вообще не шумит, даже когда я прогнал его в синей бенще, был такой легкий дорогой гул. Знаете, как у хорошей машины. Цвета на экране натуральные. Очень приятная на ощупь клавиатура. Легкая, рабочая, крепкая машина. Это как поддержанная Ауди. Она значительно дешевле новой, но при этом на голову выше аналогичных по цене современных пластмассовых ноутбуков. Уверен, на скидках сейчас можно найти что-то современнее и лучше по железу, но вот по качеству очень сомневаюсь. Конкретно этот X390 продает на Авито крупная B2B компания Interlight. Они везут ноутбуки оптом, продают от 10 штук. Вариант подойдет для бизнеса, когда нужно оборудовать офис без лишних вложений или для предпринимателей. Можно купить и в розницу, с годовой гарантией, но цена будет выше. Актуальную уточняйте у менеджера. С промокодом «Я от МК» дадут скидку в 1000 рублей. В любом случае, если для вас важнее качество, присмотритесь к фингпадам. Поддержанные модели в хорошем состоянии сейчас найти не проблема. Если я не до конца понял и не рассказал все фишки этих ноутбуков, будет очень круто, если реальные владельцы пояснят за фингпады в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Все ссылочки в описании, там же ссылочка на наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, читайте вместе с нами самые интересные IT-новости. Пока!